Всем привет! Вещает Антон, еще из Киева, из Украины. В общем, о чем я с вами сегодня хотел поговорить? Сегодня можно было меня поздравить, я получил визу F1, то есть студенческую визу в Соединенные Штаты Америки. Я еду в Чикаго, буду учиться в школе английского языка. А что именно я сегодня вам хотел рассказать, это про собеседование в посольстве США. Как я его проходил и как вообще, в принципе, проводится собеседование в посольстве США. Что вы делаете? Вы сначала заполняете все формы, получаете приглашение, получаете i20, то есть на вашу визу. Дальше вы получаете... А, дальше вы оплачиваете сервис, дальше оплачиваете консульский сбор в размере в Украине 160 долларов. Или на тот момент я платил 4,5 тысячи гривен. Профайзенбанке. И затем вы записываетесь на собеседование в само посольство, на нужный вам день и на нужное вам время. После этого вы приходите в само посольство США. Это огромное здание на метро Берестейское. Находится это в городе Киеве. Вы туда подходите к человеку, он вам ставит штрих-код и проверяет на наличие телефонов, аксессуаров, всяких записывающих устройств, кошельки, телефоны, наушники, плееры, флешки, ноутбуки. Этого всего брать нельзя в само посольство. Так что заранее это не берите, потому что не стоит платить 40 гривен за хранение. Если вы можете без этого обойтись, ровно 2 часа. Дальше после этого вы проходите в здание само посольства США и вас сканируют на наличие металлических предметов. После этого вам говорят пройти в центральное здание самого посольства. Вы проходите в него и снова там на рецепции сидит парень и девушка. Это так у меня было. И они вам дают номерок, проверяют ваш сервис, проверяют все ваши формы, всего ли достаточно и отправляют вас на сканирование отпечатков пальцев. Сканируют отпечатки пальцев сначала левой руки, правой руки и двух больших пальцев. Дальше вам предлагают посидеть в очереди. То есть получается очередь как на вокзале. То есть огромное количество кресел стоит, и вы сидите, ожидаете свой номерочек, который загорается на табле. После этого, когда зажигается ваш номерок, вы, естественно, сидите, нервничаете, переживаете. Закрывается ваш номерок, и вы подходите в окошко к неиммиграционному офицеру. Он задает вам вопросы. Ну вот в моем случае, вот что было, да, вот я еду на учебу в Чикаго. Он мне задал вопрос, на какое время, то есть длительность вашей поездки. Я ответил на 6 месяцев, я еду на 6 месяцев учиться. Дальше он меня спросил, для чего вам это нужно. То есть конкретно, что вам это даст, когда вы придете в Украину. То есть зачем вам настолько в совершенстве знать английский язык. И третий вопрос, который он мне задал, это было, какое количество средств вы имеете на вашем банковском счету, и кто будет оплачивать, спонсировать вас в США, когда вы будете пребывать. После того, как вы ответили на все эти вопросы, консул, ну, или в моей ситуации эти были вопросы, в вашей ситуации, возможно, будут другие вопросы, которые я выложу в следующем видео, все возможные вопросы и ответы. И вам дают визу или не дают. В моей ситуации мне офицер сказал, что добро пожаловать в США. Я разговаривал с ним только на английском языке, я даже не хотел разговаривать на русском. Вот. И он мне дал синюю квитанцию, да, или, как сказать, не знаю, синий листочек А4. Вот. С фразой, что ваша виза одобрана, или же на английском я виза easy proof. И после этого, естественно, я уже пошел домой счастливый и довольный. Так что абсолютно нет ничего страшного. Конечно, все люди волнуются, и меня очень трясло, когда я сидел в зале ожидания. Но я понял самое главное сейчас, что даже не этот этап самой главной жизни, а то, как дальше. Потому что вам придется собирать вещи, паковать чемоданы.